Ачинск, Богучаны, Братск, Краснотуринск, Саяногорск, Тайшет, Шелихов. Семь городов и семь центров помощи и спасения. В их стенах те, чья болезнь протекает очень тяжело. Врачи здесь опытные и высоко квалифицированные. В каждом учреждении самое современное оборудование. Но для того, чтобы остановить пандемию, этого мало. Чтобы оказать достойное сопротивление мутирующему вирусу, медикам приходится постоянно учиться. Перенимать опыт коллег из других городов. Онлайн-семинар с профессором одной из ведущих клиник Москвы, составляющая обширные программы по поддержке региональной медицины от Олега Дерипаска. Новый актуальный образовательный курс по борьбе с коронавирусной инфекцией был организован для 200 врачей из разных городов страны. Благодаря Олегу Владимировичу Дерипаска построенные уже новые инфекционные госпитали не остались брошенными на произвол судьбы. Мы испытываем глубокое чувство удовлетворения, видя, что поддержка продолжается. Специалисты отмечают, что особенностью третьей волны стал короткий период развития заболевания. Возраст заболевших постепенно снижается. Стали болеть даже дети. Врачи ищут новые алгоритмы и схемы лечения. Очень хорошо, что Олег Владимирович Дерипаска понимает необходимость этого процесса, понимает необходимость того, что нужно учиться, нужно искать, нужно привлекать ученых, нужно думать, что делать дальше, как-то развиваться, бороться с этой инфекцией. Ну и вот у нас не только корпус, новый корпус Центра помощи и спасения, в котором работают наши специалисты, у нас есть и возможность получения новых методик лечения заболевания. Поддержка не только теоретическая, но и практическая. Кадровый состав Центра помощи и спасения усиливается специалистами из столичного региона. Чаще всего это анестезиологи-реаниматологи с большим опытом лечения COVID-19. Алексей Бидин, врач с 30-летним стажем, приехал работать в Братск из Коломны. И также получил возможность принять участие в онлайн-обучении. Мы узнаем новые практически каждый день. COVID меняется, течение заболеваний меняется, ответ на наше лечение. Те сведения, которые они дают, это не просто опыт практической работы, это самые настоящие научные, еще не опубликованные статьи. Они не просто пробуют какие-то препараты, они проводят испытания по всем правилам и дают нам рекомендации, которыми мы можем пользоваться. Ну не просто, знаете, как кто-то друг другу нашептал на ушко, а это, в общем-то, самая настоящая наука. Это надо использовать, с этим надо работать. Обучение медиков в регионах присутствия «Русала» в очном и онлайн форматах происходит регулярно. Так же, как и поставки средств индивидуальной защиты, аппаратов и лекарств. С начала пандемии в города присутствия «Русала» было передано более трех миллионов масок. Свыше 600 тысяч противочумных костюмов, халатов, бахил и антисептиков. Поддержка исчисляется десятками миллионов рублей. Только в июле в больнице Красноярского края передано три машины скорой помощи. В Шелихов отправлено 11 баллонов важного сейчас кислородного концентрата. Это порядка миллиона рублей от компании в помощь больным, для того, чтобы смесь кислородная концентрировалась именно тяжелым больным. Поддержку, которая оказывается регионом «Русала», основателем компании Олегом Дерипаско, лично переоценить трудно. Это сотни и тысячи спасенных жизней. Однако, сделать свой вклад в борьбу с пандемией может каждый из нас. И на это не потребуется каких-либо сверхусилий. Соблюдайте санитарные требования. Носите маску. Соблюдайте социальную дистанцию. Используйте антисептики. Если нет противопоказаний, обязательно поставьте прививку.